Ежегодно 20 мая травматологи всей планеты отмечают свой профессиональный праздник. О том, как работают врачи этой медицинской специальности в Мурманской областной больнице, узнал Георгий Салиев. Как несложно догадаться, травматология — это раздел медицины, изучающий травмы, их последствия и методы лечения. Профессия костоправа известна человечеству с глубокой древности, а у истоков отечественной травматологии стояли такие мэтры, как Николай Пирогов, Генрих Турнер и Гавриил Элизаров. Долгое время существовал стереотип, что в травматологии идут только люди с богатырской силой. Однако это не совсем так. Ну, это такое, скажем так, расхожее заблуждение. Раньше, да, создавалось впечатление, что травматологи — это такие большие дядьки, которые крутят суставы. Но в принципе, в целом, сейчас можно с ловкостью рук все сделать и без какой-то особой большой физической силы. Умелые руки, целеустремленность, усидчивость и хладнокровие — все эти качества необходимы для успешного ортопеда. Однако передовые технологии значительно облегчают работу. В современных больницах практикуются малоинвазивные методы лечения при минимальном вмешательстве, восстанавливающие поближенность конечности. Конечно, сейчас мы стараемся совершенствовать наши хирургические техники в сторону более мини-инвазивных вмешательств, да, чтобы косметически пациенту было комфортно, маленькие разрезы. Самое современное, естественно, сейчас все направление — это артрископическое. То есть, когда видеокамера вводится непосредственно в сустав, либо рядом с каким-то пораженным ночегом, и через небольшие разрезы, маленькими инструментами выполняется манипуляция. То есть, скажем так, самое современное — это артрископические вмешательства. В отделении травматологии есть и дневной стационар. В его задачи тоже входит лечение заболеваний позвоночника и опорно-двигательного аппарата. Правда, здесь принимают тех, кому не требуется круглосуточное наблюдение врача. Мы занимаемся непосредственно и острой патологией тоже, и консультативно-диагностической. То есть, отделение создано для того, чтобы в большей степени, первое — это отобрать пациентов, распределить на группу пациентов, каким необходимы оперативные вмешательства, а какие пациенты могут еще какое-то время проходить на консервативном лечении. Потому что оперативное вмешательство, как мы все с вами знаем, это как последний этап желательно. Отделение травматологии областной больницы в основном специализируется на лечении больных суставов, связок и хрящей. Спектр оказываемой помощи крайне широк. К примеру, Владимир Атабаев в молодости ходил в море. В последние годы пенсионера стало беспокоить колено. Да так сильно, что даже элементарная прогулка сопровождалась сильной болью. С новым суставом лучше. Ясное дело. А то я не мог внука до школы довожу, а обратно уже идти не мог. До свидания делась так. Болела сильно. В ближайшем будущем Владимира ждет курс реабилитации. Сейчас он уже тренируется ходить. А вот 96-летней Акулине Васильевне не повезло больше. Она сломала бедро. Женщина застала войну и прошла немецкий плен. Такие травмы для людей ее возраста очень опасны. Благодаря помощи профессионалов, которые успешно провели остеосинтез поломанной кости, она в будущем снова сможет ходить. Вся медицинская помощь организована в рамках ОМС. Направление можно получить у доктора в поликлинике по месту жительства. Субтитры создавал DimaTorzok